Здравствуйте, уважаемые друзья! На связи Кузьмичев Алексей и в этом небольшом видеоуроке я вам покажу несколько способов добавить виньетку к вашему снимку. Очень часто виньетка помогает хорошо подчеркнуть какой-то объект на фотографии при помощи того что мы затеняем нужной нам области и нужный нам объект как бы выделяется на этом плане. Итак давайте рассмотрим несколько способов которые могут помочь вам это сделать. Первый и самый простой способ это создать новый пустой слой поверх нашей фотографии выбрать на палитре черный цвет залить данный слой черным цветом нажимаем комбинацию alt del и теперь добавляем к этому слою маску щелкаем сюда и при помощи градиента от черного к белому стиль поставим радиальный для него заливаем вот таким вот образом из центра к краям наш слой градиентом. В результате у нас получается вот такая вот виньетка. Если она неровная ее можно подправить еще раз просто поработав градиентом. Вот примерно так. Если кажется что фотография получилась слишком темной можно в любой момент понизить прозрачность этого слоя до нужной нам. И как видите вот до и вот после. Это первый способ. Второй способ это создать корректирующий слой кривые. Выгнуть кривую примерно вот таким вот образом вниз. Вот примерно так чтобы весь снимок у нас чуть-чуть потемнел. И также залить данный слой градиентом. Также из центра к краям. Примерно вот так. И как видите у нас также получается виньетка. Только виньетка в данном случае выглядит более естественно. и не нарушает контраст всей фотографии. То есть в данном случае у нас немножечко потерялся контраст. Когда мы просто наложили черный слой сверху. А вот этот способ он позволяет нам затемнять нашу фотографию более реалистично. И у нас как видите не теряется контраст. Что очень важно. Так. Ну и последний способ который также имеет место быть. Это добавление виньетки при помощи фильтра коррекции и дисторсии. Для того чтобы воспользоваться нам с вами необходимо продублировать наш фоновый слой. Нажимаем комбинацию Ctrl J на клавиатуре. И переходим в пункт фильтр. Выбираем здесь. Коррекции и дисторсии. Здесь мы с вами переходим во вкладочку заказная. И в данной вкладочке у нас есть вот такой вот раздел виньетка. Здесь у нас два ползунка. Это ползночек эффект и средняя точка. Перетаскивая ползунок эффект мы с вами можем затемнять изображение как видите. Чем сильнее я перетаскиваю тем сильнее у нас идет затемнение. Если соответственно я перетаскиваю в правую часть данный ползунок у нас будет наоборот все высветляться. Ну примерно вот так вот я думаю можно оставить. А ползуночек средняя точка у нас отвечает за радиус этого самого затемнения. То есть чем сильнее мы ее перетаскиваем влево, тем больше у нас затемняется наше изображение. То есть тем больше радиус затемнения. Если перетаскиваю вправо, то соответственно он меньше. Также подбираем здесь в зависимости от ваших нужд и вашей фотографии данный эффект. Смотрим на результат, когда нас все устраивает. Просто нажимаем на клавишу ОК. В итоге получаем вот такой вот результат. Как видите до и после. Ну что ж, вот эти три простых способа помогут вам легко и быстро добавить виньетку на любой ваш снимок. Какой из этих способов использовать уже решать вам. Надеюсь данный видео урок вам будет полезен. Всем спасибо за внимание и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok